В Ужгороде суд арестовал задержанного вчера подполковника таможенной службы. Полицейский заявляет, что он систематически требовал взятки у предпринимателей за ввоз товаров в Украину без растаможки. Дома у него нашли документы, подтверждающие, что на банковских счетах семьи 700 тысяч евро. Чем закончится эта история, выясняла Марина Коваль. Это оперативное видео. Полицейский задерживает начальника смены таможенного поста Вилок. Он как раз получил 400 долларов взятки. Владимир Гладинец, так зовут таможенник, отребовал деньги у предпринимателя за ввоз авто без растаможки, говорят правоохранители. После задержания обыски провели и у него дома. Владимиру Гладинцу 50 в таможне с 89-го года. Вот его дом на окраине Ужгорода в престижном районе. Здесь во время обыска правоохранители нашли паспорт гражданина Венгрии, выписанный на имя Гладинца. Сегодня подозреваемому избирали меру пресечения. Тут заявляет, его подставили. Вы имеете такую сумму на 60 тысяч евро? Нет, 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 это что. Я просто был поручителем, чтобы людина не ехала. И на меня, все, объясните, какие кошки? Что вы говорите, какие кошки? И паспорт у вас? Ласка, не снимайте, да? Дайте спокойно. Прокуратура требует оставить задержанного под стражей. Если же суд решит отпустить под залог, сумма должна быть приличной. В размере 2 тысячи прожитковых меню для председательных осіб, что в свою очередь установит, согласно закону Украины про государственный бюджет за 2017 год, 3 миллиона на 368 тысяч гривен. Александр Пересоляк – общественный активист. Он изучил декларацию таможенника. Говорит, тот живет совсем не по зарплатным меркам. Его доход за риг складает близко 70 тысяч гривен. Дружина его не работает. Две иномарки, коштовые. По-друге, это дом, 300 метров квадратный, который стоит несколько сот тысяч долларов. Готовка не была задекларована. Суд оставил Гладинца под стражей с возможностью внести залог. Сумму назначили вроде бы и не маленькую – миллион 100 тысяч гривен. Но для подозреваемого она вполне подъемная, считает общественник. А вот адвокаты намерены подавать апелляцию. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.